Про клиентский JavaScript в BEM-терминах. Для начала вступление, немножко смазанное из-за того, что мы уже с вами познакомились. Я чуть-чуть скажу, кто я такой. Я достаточно давно работаю в Яндексе. Вместе с Виталием мы где-то в 2005 году почти одновременно начали работать. И мы вместе с ним в процессе создания разных сервисов Яндекса придумали то, что сейчас является BEM-методологией и развилось во все это слово про BEM. Я также еще активно пиарю свой GitHub, свой Twitter. Я стараюсь сделать так, чтобы людям это было читать интересно. У меня есть какие-то свои проекты. Тоже заходите, фалловьте, давайте общаться. Во вступлении я хотел бы еще спросить, кто вы. Я хотел бы поразмять ваши руки и поподнимайте, пожалуйста, руки те из вас, кто пишет вообще клиентский JavaScript. Отлично, отлично. Прямо много. А есть люди, которые пишут что-то другое. Пишут серверный код, пишут CSS, но совсем не пишут JavaScript. Такие люди, понятно, что очень много людей универсалов. Это как раз очень хорошо стыкуется с тем, что мы ожидали, что люди, которые такие клевые кентавры, умеют делать все. И хорошо, что людей, которые не пишут JavaScript, три человека, значит. Основную часть, да, начнем. Я расскажу про наш фреймворк, про то, как мы пишем наш клиентский JavaScript, но и не только будет задача там попиарить и сказать, как клево, идите используйте его. Я хотел построить доклад так, чтобы те люди, которые пишут свои какие-то фреймворки, да, или используют существующие, они могли бы просто, ну, поинспариться, получить какое-то вдохновение, какой-то опыт и делать точно так же у себя. То есть вам не обязательно использовать прямо наш фреймворк, а мысли, которые вот здесь и проблематика, которую я буду описывать, она, ну, в принципе, общая. Для начала я расскажу про низкий уровень, да, про то, что у нас есть браузеры, они очень-очень разнообразные, у них у каждого свое представление о том, каким должен быть веб и как нужно там обрабатывать события, как нужно обрабатывать селекторы, как нужно взаимодействовать с домом, как нужно делать там асинхронные запросы какие-то. И для того, чтобы инкапсулировать вот эту вот разницу между браузерами, мы используем jQuery и в принципе не пишем никакого такого кода своего, который направлен там на разницу между IE и не IE. Вам рекомендую тоже, да, то есть jQuery уже по факту стал таким стандартом де-факто, несмотря на наличие еще других схожих библиотек, но вот jQuery очень много сделано всяких разных там микрооптимизаций и в целом можно его смело рекомендовать. Второе, мы используем jQuery не только для того, чтобы делать кросс-браузерность, а еще используем из него всяческие там $each, $map, $extend, там функции, хелперы такие. И можно тут сказать следующее, что это в принципе мы так делаем, потому что у нас уже есть jQuery, но вообще я бы мог рекомендовать использовать там библиотеку, например, lowdash или underscore. Это одна и та же библиотека с одним и тем же IP, просто две разные реализации. Для того, чтобы как раз использовать у себя в коде такие хелперы, которые позволяют писать код короче, лучше, удобней. Следующее, мы используем jQuery для того, чтобы хранить там наши модули, это такой namespace для того, чтобы не захламлять глобальный space. И у нас есть много разных модулей, я вот тут несколько примеров привел. Модуль про debons и throttle, который позволяет делать часто повторяющиеся события, менеджерить так, чтобы это не нагружалось и на клиент. Observable – это модуль, который реализует просто событийную модель. Identified для того, чтобы можно было делать, идентифицировать его скриптовые объекты. И подробнее вот расскажу про модуль Inherit, который мы используем. И это тоже история про объектно-ориентированное программирование и про паттерн объектно-ориентированного программирования, который достаточно широко распространен в программировании вообще. И вот в JavaScript он приходит тоже, несмотря на то, что там многие говорят, вот JavaScript prototype-based язык, не надо туда тащить никакое OPE, надо делать все по-другому. Мы не чураемся OPE, мы вот, это ссылка на GitHub, собственно, там есть этот модуль. Мы пишем код объектно-ориентированно, и это нам позволяет такие вещи делать. Мы можем декларировать классы, использовать наследование бесконечной вложенности от каких-то родительских классов. И вот тут можно перечислять методы, тут можно перечислять поля класса. Вы можете видеть, чем это отличается от стандартного prototype-based наследования. Тем, что, во-первых, меньше кода писать, то есть не нужно повторять перед каждым методом мой класс, точка, прототайп, там равно что-то. И есть такие вот клевые возможности, как обращение к селф-классу самому и обращение к базовой предыдущей родительской реализации, то, что вот в Яве называется SuperCall. Причем можно видеть, что эти обращения, чтобы их писать у себя, использовать в коде, не нужно явно указывать имя родителя, как это там обычно делается, если писать прям совсем на голом Ява-скрипте через прототипы. И в статических методах тоже поддерживается, соответственно, этот SuperCall. И наш фреймворк, он, используя вот этот модуль Inherit, позволяет декларировать классы для блоков. Причем у нас есть конструкция BAMDECL, которая позволяет задекларировать такой абстрактный класс блока, не обладающий никакой дополнительной функциональностью. И мы можем декларировать его как для просто блока, так и для блока с каким-то конкретным модификатором. И в этом случае автоматически все методы, которые перечислены у этого класса, динамические, они будут работать только в том случае, если этот модификатор присутствует. То есть это все история про… и вот так вот можно использовать base. Это все история про то, что можно писать короче. Если вы посмотрите на свой код, таким вот прищуренным немножко взглядом, если он использует прототипы, то вы увидите, что там очень много повторяющихся таких кусочков, которые можно было бы сократить. И еще у нас отдельно есть конструкция BAMDOMDECL. Это класс, отнаследованный от, соответственно, базовой реализации BAM. И там реализованы хелперы про работу с домом. Про то, что через этот хелпер мы реализуем те блоки, у которых есть дом представления. Виталий уже рассказывал, что есть блоки, которые видны на странице, есть блоки, которых не видно на странице. И они у нас тоже через объектно-ориентированную модель так вот реализованы. Дальше. Поговорим про инициализацию нашего JavaScript. Для того, чтобы… То есть мы написали JavaScript, но он не существует обычно отдельно сам по себе. Обычно, если мы пишем какое-то клиентское приложение, оно должно как-то взаимодействовать и с HTML, и с домом, который есть на странице. Есть два подхода к инициализации. Первый подход – это когда у нас есть HTML, и он как бы оживляется JavaScript. То есть мы загрузили HTML, и отдельно к нему должны как-то прицепить JavaScript. Этот JavaScript должен что-то такое сделать с этим HTML, как-то на него навеситься и оживить. Второй подход используется во всяких современных модных фреймворках, которые целиком полностью работают на клиенте. Это подход, когда мы из JavaScript строим дом сразу. У нас меньше гораздо проблем с тем, чтобы связать JavaScript с домом. Нам уже не нужно там придумывать никакие способы. Мы просто из JavaScript генерируем дом и нативно получаем ссылки все на дом-ноды. Мы используем второй способ, поскольку он позволяет нам делать прогрессивный рендеринг. Причем прогрессивный рендеринг не в том смысле, что страница начинает отображаться, пока HTML до конца не догрузился, а прогрессивный рендеринг в более широком смысле. До тех пор, пока у нас там догрузился JavaScript, до тех пор, пока у нас там догрузился какой-то CSS, мы уже отрисовываем что-то на странице, и это создает хорошее ощущение от отзывчивости сайта. Вторая модель такая анабтрусив, что если что-то там с JavaScript пошло не так, в общем у нас гораздо плавнее переход, и мы покрываем гораздо больше таких всяких разных странных кейсов. Не знаю, там JavaScript почему-то отвалился, оно все продолжает работать. И, соответственно, там поддержка юзер-агентов без JavaScript тоже работает при таком подходе замечательно. Из преимущества подхода, когда дом строится автоматически из JavaScript, ну вот можно сказать, что есть простая связь между HTML и JavaScript, но я дальше расскажу, как мы в итоге реализовали связь, и кажется, что это не является особой проблемой. Еще два деления, которые можно провести относительно JavaScript, как обычно пишут связь JavaScript кода и HTML. Самый распространенный подход, который я наблюдал, это императивный подход. Есть альтернативный, декларативный подход. Что я подразумеваю под императивным? Предположим, у нас есть какой-то jQuery плугин, там что-то у него написано, что-то он умеет делать, и императивный подход, это когда мы явно берем селектором какой-то элемент, обычно обязательно по ID, потому что ID быстрее работает, и инициализируем на нем наш плугин. То есть мы явно должны сказать, что окей, да, у нас есть там кнопка, но вот эти элементы являются кнопками, например. Альтернативный подход, декларативный такой. Почему бы не инициализировать весь наш JavaScript только по факту наличия класса на дом.наде? То есть зачем нам дополнительно искать, находить в дом.дереве что-то, и потом стартовать над этим какие-то jQuery плагины, если мы можем уже от одного того факта, что у нас есть класс myPlugin, на дом.ready, допустим, да, вот самая примитивная такая реализация, забиндить поиск всех наших таких классов и автоматически инстанцировать плагины на них. Тут есть небольшая такая деталь, да, что это не очень круто и удобно работает, поскольку плагинов же у нас много, мы много пишем, да, кода всякого, и появляется второй дальше плагин. Если мы в нем написали точно так же, то в итоге у нас в коде будет, ой, сейчас, в коде будет вот там две таких конструкции, а что это означает? Что на дом.ready мы выполним два раздельных поиска по классу, и это там в старых браузерах вообще будет два фуллскана по всему HTML. Не очень круто, да, с точки зрения производительности. Поэтому мы используем вот такой вот подход. Здесь опять вступают в игру те самые наши миксы. Мы имеем такой специальный блок IBAM, это блок, помогающий делать блоки, как мы его называем, и он примешивается в CSS для того, чтобы связать, для того, чтобы сказать, что у этого блока есть какая-то JavaScript функциональность. После того, как мы примешали этот блок IBAM ко всем нашим контролам, потенциально обладающим JavaScript, мы можем сделать инициализацию гораздо проще за один селектор для абсолютно всех типов блоков. То есть просто выбрать все, у кого есть нода IBAM, ну и дальше сделать какую-то тяжелую функцию инициализации. Работает это, соответственно, лучше и быстрее. Следующее, что хочется сказать, что, окей, допустим, мы придумали, как связывать конкретный дом-узел с каким-то кусочком JavaScript функциональности, но очень часто нужно передать еще и какие-то параметры. То есть не просто приезжает какая-то верстка, ее нужно как-то оживить, а в процессе этого оживления нам понадобится, не знаю, URL, куда ходить на backend в случае, когда у нас suggest работает, какие-то параметры еще, локализационные строки, ну вот это. Для примера я придумал такой пример, что у нас есть input, у которого есть валидатор, и он подсказывает hint в случае, если у нас этот input был как-то некорректно провалидирован. И вот то, какого типа валидатор нужно использовать, можно было бы представить вот так. Можно было бы использовать новомодные data-атрибуты, которые в jQuery потом доступны через специальную функцию data и получать вот эти вот строковые значения. Но мы давно, я уже много рассказывал, возможно, вы даже слышали в других моих докладах, мы давно используем вот такой вот способ, что все параметры, которые нам нужно передать из HTML в JavaScript, мы примешиваем прямо к этой наде, но для того, чтобы дальше никаких ID-шников не придумывать, и уже имея на руках DOM-ноду, иметь ссылку ко всем ее параметрам. Мы примешиваем к наде вот такой вот атрибут onclick, и там пишем произвольно JavaScript, в данном случае мы туда передаем объект параметров. И за вот такую вот тоже не очень длинную конструкцию мы абсолютно нативно получаем просто по тому, как работает браузер, мы получаем объект этих параметров, и это уже готовый объект, богатый JavaScript, и там можно делать разные всякие сложные вещи. То есть, например, валидатор может быть не просто строкой, как в случае с data-атрибутом, а может быть каким-то сложным JavaScript объектом. Причем это будет парситься натурально браузером в момент парсинга в HTML. Ну вы скажете, что да, JavaScript объект можно было бы записать JSON внутрь data-атрибута и там сделать бы JSON parse, но помимо JavaScript объекта мы можем туда передавать функции. И прямо вот какие-то реализованные, и это будет тоже нормально работать. Можем передавать, не знаю, например, вот так, если у нас есть какая-то там система модулей, которая работает прямо на клиенте, то есть вообще любой JavaScript сложный, мы можем написать в эти атрибуты, и оно будет работать без всякого ивала со скоростью браузера абсолютно нативно. В общем, более такой гибкий подход. И используя его, инициализация наша выглядит так. Мы к каждой ноде, у которой есть какая-то JavaScript функциональность, можем примешать ее параметры, которые автоматически потом пробрасываются к этой ноде. И вот точно так же многие спрашивают, почему там именно хэш и почему слово my plugin повторяется. Это сделано для того, чтобы когда мы смешиваем два блока на одной дом-ноде, мы могли бы инициализировать все эти блоки без того, чтобы парсить класс. То есть мы не обращаемся к HTML атрибуту класс, мы не делаем его сплит по пробелам, очищение от всего ненужного, инициализацию всего того, что там накопилось. Мы идем просто по этому списку параметров, получив его один раз из JavaScript быстро, и инициализируем все то, что тут указано. Вот такая история про инициализацию. Дальше хочется еще сказать чуть-чуть про инициализацию в контексте Аякса. Обычно, когда у нас есть Аяксовое приложение, нам приходится часто делать динамическую инициализацию контента, который пришел нам с сервера. Допустим, первый проект, который мы делали, я делал в Яндексе, это был поиск по блогам, а блоги наши, Яру. И там есть такая функциональность, как человек нажимает развернуть комментарии, и приезжают Аяксом, инплейсово, комментарии, которые должны синициализироваться, там должны работать всякие формы комментирования, динамически открывающиеся. Вот, как бы, да, динамическая инициализация. И как обычно это делается? Что мы просто берем, получаем какой-то код, через jQuery аппендим его куда надо. И если плагины наши написаны вот в таком вот императивном стиле, что нужно явно доставать все и инициализировать повторно, то вот в таких вот местах про Аякс нам нужно заново все эти плагины позвать, заново синициализировать. А если этот код у нас разбросан по нескольким местам, и вообще функция инициализации в явном виде не нужна, то и вовсе с Аяксом, вот таким вот догружением чего-то могут быть проблемы. В противовес у нас есть вот такая вот функция bm.dom.append, которая аппендит точно так же какой-то фрагмент в дом дерева, но делает это сразу с инициализацией этого фрагмента, инициализируя на нем все те ноды, которые там попадаются. И второй важный момент про destruct. Если вы когда-нибудь писали свои JavaScript плагины на jQuery, вы знаете, что за то, как этот плагин уходит из дома, и что он там после себя оставляет, отвечает сам разработчик самостоятельно. И он должен сделать так, чтобы объект умел правильно удаляться, правильно антбиндить все свои события. И у нас же за счет того, что мы все события развешиваем через наш фреймворк, мы имеем возможность автоматически при удалении блока все его события за собой правильно забрать, что тоже как бы сокращает количество кода, и destruct во многом получается автоматический. И последний раздел про инициализацию, который хотелось бы осветить, это так называемая ленивая инициализация. Про что речь? Почему бы нам, если у нас есть какой-то блок для инициализации, которого нужно совершать много действий, поискать что-то внутри, навесить события, почему бы нам не делать это только тогда, когда это действительно станет нужно? Ну представьте себе ситуацию, у вас есть выпадающий список, открывающийся по нажатию на кнопки, и таких выпадающих списков на странице 100. И человек заходит, и у него вот эти 100 списков инициализируются, а он вообще их почитал и ушел на следующую страницу. Не очень хороший расход ресурсов, особенно учесть, что в момент инициализации интерфейс будет зафрижен, и он даже ничего нажать не сможет. Давайте, вот такая вот модель, давайте будем инициализировать это отложено, и будем инициализировать компонент только по клику. Я вот здесь привел код на jQuery, как можно было бы это сделать, что мы инициализируем мой плагин только в том случае, когда случился клик по этой ноде. Ну, точно так же у нас сделано в нашем фреймворке, у нас есть метод leave в статической секции. Этот метод исполняется один раз в рантайм, в случае, если в рантайме мы увидели блок такого типа. Это позволяет, во-первых, развесить leave события. Leave вообще слово, если кто-то из вас помнит, jQuery раньше так назывались события, вот эти вот делегированные, то есть сейчас уже API слово leave не содержит, но раньше они назывались leave, поскольку это типа живое, вы добавляете, продолжаете добавлять элементы, они продолжают слушать эти события вживую, удаляете их и все равно все работает. Ну вот у нас слово leave в API осталось, и вот эти вот leave бинды можно развесить с помощью этой функции, и также можно сделать гигантская пачка методов, разные способы инициализации. Это все методы helper, которые позволяют там инициализировать блок по событию внутри блока, инициализировать блок по какому-то событию какого-то другого блока внутри. В общем, все это неинтересно и скучно. Подробно описано в документации в специальной секции про leave ивенты, там можно почитать подробности. Так, дальше. Есть еще история про состояние инициализации. Очень полезно, да, вот то, что я говорил там про unobtrusive, про постепенный рендеринг, и надо понимать всегда, что у нас ничего не случается, там просто бах, и у человека все появилось. Как вот, например, дизайнеры очень часто рисуют макеты, без учета того, что между макетами есть какой-то там процесс перехода, когда все слайдами, такими картинками представлено. Жизнь, она не такая. Жизнь, она как такой поток, и в этом потоке очень часто бывает медленный какой-нибудь Петропавловский-Камчатский, и там медленная сеть у человека, и что-то там пока не догрузилось, или еще в процессе. И вот для того, чтобы правильно стадии этого процесса можно было отобразить и как бы похендлить, мы используем такие практики. У нас у каждого блока есть специальный модификатор, который отвечает за то, что он инициализирован с точки зрения JavaScript. То есть все методы, все события развешаны, все, что нужно, оживлено и готово к работе. Второе, у нас есть специальный класс, который отвечает за то, что у этого юзер-агента в принципе есть возможность исполнять JavaScript. Этот класс мы примешиваем к самому верхнему, самому главному тегу HTML. Там мы еще другие подобные классы примешиваем. Но сейчас речь именно про инициализацию с точки зрения JavaScript. И в итоге у нас есть возможность делать такие состояния. Первое, мы можем сказать, что наш блок в случае, если у человека нету JavaScript, вовсе не виден. Просто нету. Нету JavaScript, нет ножек, нет конфеток. Второе, мы можем сказать, что если у человека в принципе JavaScript есть, но плагин пока не инициализирован, мы его, там, место под него зарезервируем, но сам этот блок отображать не будем. Ну, можно тут написать в принципе что-нибудь еще там поумнее, чтобы он был какой-нибудь такого серенького цвета, задизейбленного, да, это неважно. И последнее, мы можем написать стили на ситуацию, когда у человека есть JavaScript и этот блок синициализирован. Тут мы уже все, блок во всей красе выходит вперед, весь из себя цветной, красивый, видный. Кстати, кто заметит, здесь каскад используется, но на самом деле каскад не нужен, потому что если у нас нету JavaScript, то никогда модификатор JS-эниты не появится. Поэтому можно убрать этот каскад и просто писать все эти стили от наличия модификатора JS-эниты, и это будет случаться только тогда, когда у человека есть JavaScript. Вот, это все, что было про инициализацию. Следующее, что так хочется, я достаточно по верхам упомяну вскользь, это то, что наш фреймворк поддерживает всякие разные хелперы для работы с BAM предметной областью. Многие люди, которые пытаются по BAM методу что-то программировать, использовать классы и потом как-то писать свой кастомный JavaScript, они жалуются, мол, как это так, вот эти длинные классы, все это вручную надо писать, селекторы, два подчеркивания, если мне нужно поставить какой-то модификатор динамический, то тоже вот эти все длинные штуки повторять неудобно. У нас для всего этого есть специальные хелперы, которые позволяют в коротком синтаксисе писать селекторы блоков, причем селектор блоков и селекторы элементов, позволяют писать без упоминания всего полного класса, а просто натурально. Дай мне блок с именем таким-то, дай мне элемент с именем таким-то. Также есть хелперы, которые позволяют устанавливать, удалять модификаторы, то есть не нужно повторять вот этот опять же длинный класс с префиксом самого блока в начале. Просто мы говорим поставить модификатор с именем таким-то, значение такое-то, получить модификатор и так далее. Я даже не стал код показывать, вы можете его прочитать в документации. Расскажу лучше про другую интересную штуку. Как мы все это храним на файловой системе. С точки зрения файлов, весь наш код всего нашего фреймворка, он находится в библиотеке BML, BML Block Library, внутри которой есть такой специальный уровень переопределения blocks common, что означает, что этот код работает и на десктопе, и на тачфоне, и на тачпаде, на любой платформе. Внутри blocks common лежит реализация блока IBAM, и там есть элемент блока IBAM, элемент DOM, в котором реализован блок про работу с домом, а в файле IBM.js лежит код, который просто проабстрактный блок без всякого визуального представления. И весь JavaScript код финальных блоков, да, вот пользовательских, они пишутся вот отдельно на уровне переопределения проекта. Здесь я привел пример для случая, когда мы пишем все для десктопа. Пишем ровно точно так же рядом с CSS файлом, кладем JavaScript файл, в котором, то есть если CSS говорит, как блок покрашен, то JavaScript говорит точно так же декларативно, как блок ведет себя на нажатие кнопки. И вот этот код вы уже видели, тут лежит в этом файле вот такая вот декларация. Но для того, чтобы этот код работал, да, ну вы скажете, хорошо, все разложено по маленьким файлам, а как же оно в итоге там запускается в браузере и почему работает. Вот почему. Потому что у нас есть процесс сборки, который начинается с такой вот важной штуки, как декларация использования, то есть файла, где описано, про него Володя уже сегодня рассказывал, файла, где описано, какие блоки, элементы и модификаторы потребуются нам на странице. Из этого файла автоматически генерируется вот такой вот JavaScript файл с примерно вот таким контентом. Но сюда должно попасть все, что нам нужно. Но нам не хотелось, то есть нам не хотелось бы каждый раз, когда мы делаем страницу, декларировать в ней все-все-все, что в эту страницу попадает. То есть хотелось бы использовать зависимости. То есть хотелось бы сказать, что блок наш, вот myBlock, он зависит от блока IBM и каждый раз, когда мы захотим собрать runtime, который будет способен отрисовывать блок myBlock, нам нужно, чтобы там был и хелперный javascript тоже. Для этого у нас существует такая технология, как такой синтаксис. Мы описываем, что блок обладает must-depth от элемента дом блока IBM, а в свою очередь у элемента дом блока IBM написано, что он обладает must-зависимостью от блока IBM просто. Вы спросите, почему must? Потому что есть еще не must, есть еще should. В чем разница между should и must? must это то, что должно быть обязательно и должно идти перед этим javascript, но вот как в случае с IBM, если у нас ключевое слово BAM не будет объявлено в глобальном спейсе до того, как мы начнем запускать функцию BAMDECAL, ничего не будет работать. Поэтому нам очень важно, чтобы дом был загружен именно в начале. А should-depth, ну вот как здесь пример показан с блоком iECMA. iECMA это такой блок, который делает полифилы для поддержки ECMA скрипт стандартов последней версии, всяческие разные там array each, array for each, в данном случае про строки методы. Этот блок, он модифицирует глобальный space и ему не нужно быть обязательно перед запуском слова BAMDECAL. Поскольку пользоваться этими полифилами код начнет только тогда, когда случится дом-ready и там блоки начнут инициализироваться. И поэтому мы загрузить его можем в любое абсолютное время. Поэтому мы используем декларацию shoot-depth, поскольку нам не очень важен порядок. Дальше вот такая вот команда большая, страшная, которую я здесь привел просто для понимания, как она немножечко работает на низком уровне. На самом деле эти все команды мы давно вручную не пишем. И как Володя рассказывал, у нас есть девелоперский сервер, который все сам собирает по конфигам и ничего не надо заново писать. Но здесь вот описан низкий уровень, из чего в принципе состоит сборка страницы. И здесь ключом является параметр такой, что мы указываем какую декларацию мы используем, указываем набор уровней переопределения, на которых нужно искать блоки. И указываем технологии, по которым нам нужно собрать финальные файлы. И в результате вот мы получаем, что из декларации, а точнее нет, вот так вот мы не можем написать, потому что у нас есть еще та самая зависимость. Мы не можем напрямую из бмдекла получить собранные рантаймы. Нам нужно еще выполнить процесс раскрытия зависимости. Поэтому на самом деле процесс сборки выглядит двустадийно. Мы сначала раскрываем все зависимости, а для этого мы пользуемся той же самой командой, просто с другой технологией. Комбинаторный такой подход опять. И после того, как мы получили депс.js файл, мы уже из него собираем css и javascript. То есть такие две стадии. Сначала мы взяли все, что нам хочется получить, узнали потом все те зависимости, которые нам нужны для того, чтобы это сделать. И после того, как мы донасытили эту декларацию зависимостями, мы собрали финальный рантайм. Итого, про зависимости что можно сказать? Что зависимости являются общими для всех блоков и пишется в терминах блоков элементов и модификаторов. То есть это не так, как в случае, например, с common.js стандартом модулей, когда вы внутри javascript пишете функцию require и у вас зависимости есть только в технологии javascript. А как приедет css для этого блока, ну как-нибудь сами отдельно позаботьтесь. В зависимости в нашем случае они пишутся общие для всех технологий сразу и и шаблоны, и css, и javascript собираются все на основании этих зависимостей. MassDepth для указания строгого порядка, shootDepth для просто добавления этого в рантайм без учета порядка. И еще есть noDepth для того, чтобы можно было отменить на каком-то уровне переопределения зависимость какого-то блока от какого-то. Недолго осталось, приободритесь, есть история про библиотеки блоков. Вообще, почему мы так вот все декларативно пишем и какова проблематика? В Яндексе есть много сервисов и у них есть много общих частей друг между другом. Для того, чтобы было удобно писать эти сервисы и не повторять от сервиса к сервису что-то общее, мы программируем библиотеки блоков. Но библиотеку блоков нельзя просто так взять и запрограммировать с нуля хорошей, чтобы она удовлетворила все сервисы. Нужно, ну очень часто возникают всякие вопросы, вот вы, хорошо, есть в библиотеке такая-то штука, но мне у меня на проекте нужно, чтобы у нее было какое-то вот особое такое поведение. Ну и в классическом подходе что начинается? Начинается там pull request в библиотеку, сделайте пожалуйста, чтобы это было настраиваемо, человек делает это настраиваемо, там приезжает новая версия. То есть вот такой вот несколько как бы затянутый процесс. Нам хотелось бы и вообще все уровни переопределения, они ровно про это, что если библиотека реализована, то очень многое в ней можно скастомизировать на проекте без того, чтобы влиять на библиотеку. То есть сам способ использования этой библиотеки позволяет сделать так, что какой-то код он как-то пристукивается под проект отдельно, никак не связываясь с людьми, которые мейнтейнят основную библиотеку. Простой пример на уровне css. Вот допустим у нас есть заголовки и мы говорим, что они у нас большого размера шрифта и болт у них font-weight. html выглядит вот так. bm html, про это пока не будем говорить, выглядит вот так. И вот так вот выглядит декларация javascript. Нам нужно будет добавить все то, что я рассказывал про блок ibm и про параметры для того, чтобы javascript инициализировался. И вот предположим у нас наш блок заголовка имеет такие делегированные события для реакции на клик. И по клику он запускает свой метод onclick, ну и что-то там дальше делает. И за счет того, что мы пишем все вот в таком декларативном стиле, у нас автоматически появляются швы, которые мы можем в будущем на другом проекте, в другом файле вот так вот например, переопределить. То есть мы можем в файле, соответствующем для блока header нашего проекта, написать другую реализацию метода onclick, позвать, возможно, базовую, а возможно, не позвать и сделать что-то дополнительное, что нужно делать на onclick. Также мы можем сделать такую же модификацию не всем блоком, а только тем блоком, у которых есть определенный там модификатор. Например, там, если это заголовки второго там уровня. Так. Хорошо, вот про переопределение я рассказал. Еще хотелось бы быстренько рассказать про то, про что я не рассказал, да, потому что на самом деле IBAM как фреймворк, он достаточно богатый, в нем есть много всяких разных уже продуманных и прописанных хелперов, как то хелперы про pub.sub, который у нас реализован, этот паттерн на клиенте, про динамическую загрузку бандлами JavaScript и CSS для каких-то отложенных таких больших блоков, которые не всегда нужны человеку на странице. Какие-то хелперы у нас есть для того, чтобы делать асинхронные запросы с кэшированием умным. Также есть метод, как писать всякие разные сложносоставные блоки, в том числе разнесенные там сильно по дом-дереву. Есть история про то, как делать MVC, но про это все я сейчас не рассказал, про это все можно прочитать в документации. Итак, резюмируя все вообще, да, что есть вот такой вот способ декларации блоков для клиентского JavaScript, это именно декларативное, а не императивное, декларативный способ описания клиентского JavaScript. Я также вам рассказал, как можно связывать JavaScript и HTML, как передавать параметры, про динамическую инициализацию destruct, про ленивую инициализацию, как сэкономить нам на горячем старте, про состояние инициализации, про то, что есть helper и BAM, про файлы и про библиотеки блоков. Что дальше, да, вы спросите? Вы можете дальше, во-первых, попробовать это все у себя и посмотреть, как оно реализовано у вас и учитывается ли у вас на проекте, то есть либо вы поймете, что у вас все примерно и так сделано, да, либо вы поймете, что у вас есть похожие проблемы, но вы не знали, как их решать и теперь у вас появился повод над этим подумать, ну или вы осознаете, что у вас нет таких проблем, тогда вы либо счастливый человек, либо вы пока их просто не видите. И можете уже сейчас использовать, вы можете сейчас использовать, как и сам IBM.js, это такой фреймворк, который в принципе даже не требует, там, не знаю, нашу систему сборки. Вы можете просто взять этот файл, подключить себе на страницу и начать писать свои блоки так. Либо вы можете реализовать это все самостоятельно, благо код всего доступен, вы можете посмотреть, как это реализовано именно у нас и сделать также у вас. Еще я вот рекомендую три доклада, которые очень подробно разжевывают тему и раскрывают всякие разные детали, которые я не успел осветить. Ну а сейчас отвечу на вопросы, которые возникнут по ходу. Давайте, наверное, два вопроса и мы продолжим. Два вопроса, потому что и так нету тайминга, да? Окей. Да, задавай. Еще раз добрый день. Вопрос первый. Если не ошибаюсь, это 42 страница у вас была. А, точно. Вы говорили про декларативный подход. То есть вы добавили класс IBM, сделали each и допустим подключили два плагина к одному и тому же элементу. И ссылаясь на то, что в противном случае вам придется ждать два раза загрузки страницы, два раза он пройдет по элементам DOM, вот. Разве в jQuery нет такого, что $myplugin.dropable.sortable. То есть мы один раз дожидаемся загрузки страницы и точно так же подключаем два плагина. Да, если этот код написан у вас в одном месте. Но мы же живем в мире, где плагин dropable реализовал один человек в одном файле, а плагин dragable другой человек в другом файле. В случае с drag-and-drop это действительно один и тот же плагин, но в случае, например, там, не знаю, что-то про AJAX, что-то там про кнопку, это код, который написан в файле, где он там реализован. И вы не сможете написать в одной функции сразу забиндить все ваши ивенты. Потому что... Это такой вопрос подключения нескольких файлов, правильно? В принципе-то. Ну, это вопрос того, что написано в каждом конкретном файле. То есть вот человек делает модуль, что он должен в этом модуле написать, чтобы потом этот модуль было удобно использовать. Если он в этом модуле напишет вот так, то потом этот модуль, да, будет удобно использовать, подключил и все само работает, но этот модуль будет использовать медленно, потому что другой человек или там этот же человек, написав второй модуль, создаст вот такую строчку, и это будет работать медленнее. Второй вопрос. Можно 51 страница? Ну, в принципе, наверное, другая. Вот этот момент. Вы говорили, что, то есть, насколько правильно вы считаете вызывать вообще JavaScript с шаблона? То есть, представьте, у вас есть форма, там, 20 полей, и каждый надо провалидировать, и, как вы сказали, здесь достаточно большой объект можно передать. То есть, ну, допустим, объект с 10 параметрами у каждого поля. То есть, получается, что ваш HTML содержит достаточно много JavaScript. Получается, что если разработчику, который занимается непосредственно кодом, а не верткой, надо что-то менять, он идет не в свой JavaScript файл, где, допустим, прописано то, как и должен себя вести объект, а он вынужден открыть шаблон, да? Тут же речь о чем? Что это те самые параметры, которые от инстанса к инстансу разные. То есть, у вас в JavaScript файле написано, как вообще этот блок ведет себя с любыми параметрами. А это те параметры, которые, ну, вот у вас есть, например, домик авторизации. У вас одно, один валидатор – это логин, второй валидатор – это пароль. И что вы напишите в общем коде? Вы в общем коде напишите, как, в принципе, логин валидировать, как, в принципе, валидировать пароль, но тот факт, что вот этот input – это логин, а вот этот input – этот пароль, это можно написать только в шаблонах. И если вот это слово, там, логин и пароль – это какие-то сложные объекты, да, сложные объекты параметров, то тоже его только в шаблонах и можно написать. Потому что это те самые параметры, которые привязаны вот конкретно к этому месту. Спасибо за ответ, но я все-таки позволю не согласиться с вами. В итоге. Так как, ну, хорошо, скажите, куда это нужно написать. То есть вы можете написать в свой, вы не можете написать в свой JavaScript код все будущие вариативности этих блоков. Потому что блоков разных с разными параметрами будет возникать сотни и в будущем, и никто не может предсказать, какие. Вы не можете их все в себя в коде в JavaScript вычислить? В моем случае я бы написал объект, в котором бы, то есть у меня, допустим, элемент один и тот же встречается на пяти страницах, да? А я бы написал… Нет, он не один и тот же, он разный, с разными параметрами. Да, он будет с разными параметрами, но я бы это описал в каком-нибудь объекте в JavaScript и в будущем, если мне надо было бы добавить еще что-то, я бы шел не в шестой шаблон, а в этот же файл и добавил там какой-нибудь свой. А как шестой шаблон узнал бы, что нужно связать то, что вы туда добавили, с тем, что вы написали в JavaScript? Подумайте, ладно, хорошо, давайте следующий вопрос. Я думаю, у нас уже закончился. Временный вопрос, вы можете себе в Twitter с хэштегом «Я субботник АСБ», Виталий всем отвечает. Можно затвитить, я отвечу очень подробно и можно потом там спросить еще. Субботник А.Семкин Корректор А.Егорова Субботник А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова